Добрый день коллеги, меня зовут Качура Тимофей, я менеджер компании Сингента в Краснодарском крае. Сегодня мы находимся в Ленинградском районе на полях крестьянско-фермерского хозяйства Оскар. Это предприятие использует в своем производстве только современные интенсивные технологии возделывания озимой пшеницы, что позволяет им добиваться высоких показателей урожайности этой культуры. Немаловажную часть в этом занимает защита семян. И в период, когда по озимым культурам подводят итоги уходящего года и ставят планы на новый, мы решили задать несколько вопросов о защите семян главному агроному этого предприятия, Трояновскому Олегу Юрьевичу. Здравствуйте, Олег Юрьевич. Расскажите вкратце, как прошел сезон, как озимы перезимовали, в целом, как прошла вегетация в этом сезоне. Добрый день. Ну, как говорится, у агрономов легких лет не бывает. Каждый год какие-то выносят новые ребусы, новые трудности и новые вопросы, как и этот год. Сами знаете все, сложная была очень провокационная зима. Всю зиму пшеница росла и потом возвратная холода, она к ним не была готова, было сильно подмерзание. И усугубилось все это еще летней засухой. За зиму не было восполнения глубоких запасов влаги, особенно позорским предшественникам это сильно проявилось, недостаток влаги. Плюс весна была, недостаточное количество влаги. Ну, и общие трудности. Ну, вешать нос не будем, потому что все равно урожай на хороших технологичных полях мы получили. И в этом году, как никогда, очень были видны все технологические просчеты. Что касается раннего срока сева, также они заболели вирусными болезнями посевы. Что касается позднего срока сева, эти посевы тоже были очень слабые, недоразвитые и отставали в урожайности. Что касается нормы высева, что касается чистоты полей. Ну, все было проявлено именно по технологии. Кто в таблевке выполнил строгую технологию, кто ухаживал за пшеничным полем, как положено, те и получили достойный результат. В этом году мы вышли на урожайность, конечно, за 56 центнеров. Но некоторые поля и в этом году давали урожай по 70. То есть по хорошим предшественникам, по рано освобождающимся, таким как хоро, гнут, кориандр. То есть те предшественники, которые рано освободили поле, там прошло накопление большей влаги. Самый жесткий предшественник это был подсолнечник. Ну, некоторые хозяйства в сахарно-секла у нас, слава богу, ее нет. Там, конечно, запасов влаги переходящих практически не было. И пшеница в конце вегетации очень сильно просела из-за засухи. Хотя потенциал был заложен на полях очень большой, очень хороший. Но расширение площадей мы планируем незначительное под пшеницу. В основном за счет полупара. Полупар это тоже очень ответственная технологическая тема. Так просто взять и банально не приложив усилий на полупаре получить урожай тоже очень трудно. Поэтому полупар, вот мы сейчас заканчиваем уже подъем полупара. У нас еще август не наступил. Поднимаем полупар безотвально комбинированными агрегатами, которые за один проход выполняют 4 операции. Выравнивание сразу происходит в одном агрегате с глубоким рыхлением. Поднимаем полупар на глубину украшения. И упаковываем потом, когда поле уже сухонято, катками в двух лет. Эти полупаровые поля и в этом году нам давали урожайность от 55 до 64 центеров. То есть это хороший предшественник, если за ним хорошо указывать. Но он также, что полупар требует, и очень такой часть полупар стоит. Мы уже в последние годы используем представитель Вайбранский интеграл. Не жалеем денег на полупаровые поля по 2 литра вносим этого препарата. И видим, что практически никакой белоколосицы на полях полупаровых мы не обнаружили. Даже такой субъективный фактор бактериозы, нападающие на слабые отмирающие растения, в этом году тоже на полупаре у нас не проявляется. Никакой черной пятнитости у нас не было. И остальные площади будем обрабатывать семена протравителем на основе Максима. Ну, в прошлом году у нас был Максим Форте. В этом году решили мы все-таки взять Максим Плюс. Там, кажется, больше направленность на корневые гнили. Ну, обязательно будем во все протравочные схемы добавлять инсектицид теамидоксан. Время пришло. Без инсектицидов уже мы не будем сеть никакие яровые даже. Тот же горох, но тоже идет на накопление проводчика и на пшеничных полях, и на яровых полях. Поэтому обязательно инсектицидная схема должна быть. Или комбинированный должен быть протравитель типа Селест Макси, Селест Топ. Раньше это был мой любимый протравитель Селест Топ. Или же добавлять обязательно теамидоксан к какому-то протравителю. Да, по-моему, это важная тема. Спасибо, Олег Юрьевич, за такой полный ответ. Всего доброго, хорошего поражения.